Здравствуйте, меня зовут Суходов Алексей и сегодня мы проведем, ну собственно, я не знаю точно, Сергей Анатольевич включится на втором вебинаре или нет, так как сейчас находится в поездке в Новосибирск, о ней я расскажу более подробно зачем, почему, по какой причине на расширенном технико-экономическом вебинаре. Данный вебинар является вводным, то есть это азбука Skyway, это первые сведения, которые человек получает, погружаясь в мир Skyway, когда-то все активисты, кто сегодня мощно развивает проект Skyway, не побоюсь этого слова, по всему миру, проходили эти вебинары, эти обучения и, собственно, все мы приверженцы технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого и все когда-то смотрели свой первый вебинар, начинали первую страницу чтения глобального проекта Skyway, который можно изучать действительно вечно, но, дорогие друзья, на самом деле для того, чтобы передавать информацию, я могу сказать, что не так много нужно знать, в первую очередь понимать, впитать, осознать и передавать, в том числе и на эмоциональном фоне. На вводном вебинаре по основной целью является то, чтобы исключить все распространенные вопросы, которые имеет человек, который только начинает погружаться в проект и, соответственно, ответить на вопросы, которые возникают в основном в самом начале. И, действительно, вы поймете, что Skyway – это возможность, которая раз в 100 лет бывает. Собственно, Сергей Анатольевич Сибиряков занимается более 15 лет вообще технологией Skyway. То есть это для меня очень серьезный срок, показатель, потому что я всего чуть более 2,5 лет занимаюсь, но мне по сравнению с моими прошлыми проектами, в которых я принимал участие, я не говорю про традиционный бизнес, я не говорю про наемную работу в прошлом, в далеком прошлом, так скажем, но именно про проект. То есть это, можно сказать, не сказано долго, занимаясь я одним проектом и безумно рад и счастлив, потому что действительно многие на сегодняшний день, кто развивает Skyway, нашли проект всей жизни. И это огромные перспективы развития как в настоящем, так и в будущем. На самых ранних стадиях, дорогие друзья, я считал, что проект Skyway, то есть струнный транспорт, технология транспорта второго уровня необходим лишь 50-60, максимум 70% населения Земли. Сейчас я четко уверен и понимаю, что технология Skyway необходима более чем 99% населения земного шара. Потому что это следующая сеть, которая будет следовать за интернет. И если интернет это воплощение информационной сети и возможность нам в любой точке земного шара открыть либо мобильный телефон, смартфон, либо открыть ноутбук, найти любую информацию, передать ее. И, собственно, использовать в неограниченном количестве тот ресурс знаний и потенциал интернет, который предоставлен для всего человечества. То есть это действительно очень серьезное ноу-хау, которое когда-то появилось в качестве исследований в агенции стратегических инициатив США, в организации DARP. И, соответственно, это вышло в свое время из-под контроля. Из научно-исследовательской лаборатории это вышло сначала на университете, я имею в виду интернет. А далее, собственно, стремительно начал развиваться интернет по всему миру. Но никто интернет не запатентовал, никто не оценил в виде интеллектуальной собственности, никто не создал головную компанию, которая входила бы во все адресные проекты касаемо интернета. Что такое адресный проект касаемо интернет? Это от крупных инфраструктурных масштабных проектов по компьютеризации целых стран, по виртуализации целых стран до вхождения локальных оптоволоконных кабелей в наши с вами дома. И сегодня даже в деревни проникает эта технология. И, собственно, без интернета невозможно на сегодняшний день представить свою жизнь. Если без телевидения я абсолютно комфортно себя чувствую, то без интернета я не могу существовать нормально в современном мире. И могу сказать, что даже на природе тянет выйти в интернет, посмотреть информацию, потому что это уже вошло прочно в стиль жизни. И именно потому что интернет, телекоммуникации, микропроцессорная электроника, транзисторная электроника, компьютеры, айпады, гаджеты различные. И, собственно, те наши с вами любимые устройства под названием навигаторы, которые нам говорят приятным женским голосом, куда повернуть и куда поехать. Без этого на сегодняшний день невозможно представить свою жизнь. Если говорить о том, насколько мир поменялся вообще буквально менее чем за 15 лет, то я всегда привожу сравнение. И вот в республику Кыргызстан я поеду, у меня вылет с Екатеринбурга. Мне нужно как-то с Челябинска добраться до Екатеринбурга. Естественно, на своей машине по убитой дороге я берегу и забочусь о своем автомобиле, чтобы лишний раз не ездить по убитой трассе. И на самом деле это беда всей России. Не только России, на самом деле и в Европе, и в Германии в недавнем времени я был. Тоже мне пожаловались на качество дорог в некоторых пунктах, в том числе населенных пунктах. И мне нужно каким-то образом доехать до Екатеринбурга. Я буду пользоваться сервисом BlaBlaCar. То есть это сервис, сравнимый с Uber и так далее. То есть насколько поменялся мир. Основное правило 96-го года. Не знакомьтесь с незнакомыми людьми по интернету и на улице. И ни в коем случае не садитесь к незнакомцам, незнакомую вам машину. 2016 год. Я специально знакомлюсь с незнакомцами по интернету через специальные сервисы, чтобы намеренно сесть к ним в незнакомую мне машину. Вот настолько мир действительно поменялся. И таких примеров масса. То есть я могу привести пример тоже в первую очередь своей реальной жизни. То, чего я опасался, то, чего я рисковал делать, это денежные переводы. И часто на конференциях я говорю, что несмотря на то, что я дитя пятого технологического уклада и, собственно, смартфоны, пайпады и так далее, для меня абсолютно привычная среда работы и развлечений. Но в 2009-2010 году я искренне могу сказать, что у меня был страх виртуального денежного перевода. То есть я пользовался карточкой, но это было сверх моего понимания, каким образом человек может получить мои деньги через какой-то интернет-банк. И я не верил, что эта технология может работать. Когда мне конкретно необходимо было с ней соприкоснуться, я сделал первый денежный перевод. Но это, знаете, как нырнуть просто в воду, кое-как умея плавать и осознать, понять, что действительно нырять-то и несложно. На сегодняшний день я не могу себе представить свою жизнь без этой опции, когда я совершаю денежные переводы, оплачиваю различные покупки. И, собственно, сейчас и сигнализацию можно снимать, ставить даже в наших домах удаленно. Сейчас и с бытовой техникой можно общаться через Wi-Fi. Все это интернет-вещей, дорогие друзья, который оценен в ближайшие пять лет примерно в 35 триллионов долларов. Так вот, это всего лишь одна информационная виртуальная сеть. А представьте, что к сети будут присоединены еще и будущие направления. Это актуальна на сегодняшний день транспортная сфера, энергетическая сфера, информационная, что составляет интернет, телекоммуникации, виртуальная, социальная и даже финансовая. То есть это еще более серьезная капитализация, еще более серьезный потенциал. Также, чтобы каждому находящимся в этой аудитории было понятно, насколько транснет облегчит жизнь современного человека, вспомните, сколько минут те, у кого нет своего личного транспорта, автомобиля и так далее, сколько вам доводилось ожидать автобуса, либо трамвая на остановке, к примеру, зимой. Я откровенно, честно могу сказать, что много-много часов в день мне приходилось ожидать, так как вынужден был учиться в другой части города и, собственно, ездил на общественном транспорте, причем с моим ростом пришлось это делать в полуприседе, так скажем. То есть не особо удобной позе и в эту не особо удобную позу ставят нас на сегодняшний день современные транспортные средства. То есть те четыре вида транспорта – это автомобиль, это железнодорожный транспорт, это авиатранспорт и морской транспорт – не решают проблемы быстрого перемещения нас, как пассажиров, их грузов, товаров, как ускорение развития многих корпораций, компаний и, собственно, повышение качества жизни в целом для человека. То есть когда денежные переводы я могу совершить за мгновение, и если с карты на карту, со Сбера на Сбер, я делаю перевод, фактически мгновенно доходят из точки А до точки Б денежные средства, но этого я не могу сказать. Я хочу сказать о нашем с вами перемещении сегодня и ожидании рейса следующего в аэропортах, на железнодорожных вокзалах своего поезда. Это заставляет нас отрывать наше драгоценное время из нашей с вами жизни, когда мы могли бы перемещаться с помощью концепции мгновенного перемещения. То есть перемещаемся и выполняем привычные для нас дела. То есть чистим зубы, готовим обед, ужин, либо просто питаемся в ресторане, кафе, смотрим фильмы, работаем, изучаем информацию, слушаем музыку. Неважно что, но то, что мы делаем в реальной жизни. На сегодняшний день все эти перелеты, переезды. Я как человек много путешествующий и много перемещающийся по долгу службы Skyway, то я могу сказать, что очень много времени просто уходит, потому что невозможно поработать в аэропорту, потому что сигнал Wi-Fi очень слабый. Его не хватает для выполнения задач. И, собственно, хотелось бы, чтобы сесть в транспортный модуль буквально с Челябинска. Если я хочу переместиться в Москву, ни о чем не думать. Сесть буквально в чистейшей белой обуви, либо босиком, либо в носках, либо вообще в тапочках и переместиться со скоростями 450, 500, а далее 600 км в час. Сейчас, соответственно, в Москву, не отрываясь от действительности, с возможностью элементарно зарядить телефон, потому что это будет электрическая сеть, с возможностью пообщаться по мобильному телефону, и не будет таких перебоев, как мы ощущаем на железнодорожном транспорте, когда есть провалы, и, собственно, эти провалы возникают, потому что вышки находятся далеко. Всего этого не будет, потому что в сеть Transnet будут зашиты оптоволоконные кабели, силовые кабели, через которые будет протекать электричество, и будут присутствовать все виды цифровых радиомобильных частотных сигналов. То есть, действительно, Skyway – это тот ожидаемый барьер будущего, который мы обязательно преодолеем, и недостающее звено не только в будущей мировой логистике, но и жизни каждого человека. И над этой задачей, над этим вопросом Анатолий Эдуардович начал задумываться еще в конце 70-х годов, когда начал чертить первые свои чертежи, первые рисунки, эскизы, наброски были созданы по струнному транспорту. Более того, в 1988 году Анатолий Эдуардович фактически решил, и в монографии, публикации есть «Струнные системы на Земле и в космосе». Пожалуйста, дорогие друзья, ознакомьтесь, кто дружит, так скажем, с интегральными вычислениями, или просто желает посмотреть описание еще тех лет. Перейдите по ссылке, посмотрите. То есть, это действительно научный блокбастер, я бы назвал того времени. Но никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологический уклад. И, естественно, Анатолий Эдуардович уже придумал в конце 70-х годов струнную технологию. В конце 88-х годов, в 88-м году, если быть точным, на Международной конференции по неракетной индустриализации космоса Анатолий Эдуардович представил концепцию общепланетного транспортного средства. Мы не будем вдаваться в технические подробности. Но, чтобы было понятно, я, конечно, могу расписывать и не один час поговорить об общепланетном транспортном средстве. Это одна из моих любимейших тем в проекте SkyWay. Но давайте просто посмотрим, каким будет седьмой технологический уклад и что придумал еще в конце 80-х годов Анатолий Эдуардович Юницкий. Общепланетное транспортное средство позволит вынести промышленность в открытый космос. Давайте ознакомимся с роликом. Субтитры подогнал «Симон» Вот, собственно, такое глобальное инфраструктурное сооружение предполагается к строительству через 20-25 лет. Возможно, произойдет оптимизация, ускорение. Это есть в планах. И за счет оптимизации подобного инфраструктурного сооружения, за счет минимизации расходования материалов, за счет упрощения принципа действия, был создан струнный транспорт. И еще с 90-х годов по 2000-е годы происходило развитие общения с различными администрациями, мэрами, президентами, послами и так далее. Но в 2000-х годах произошло именно переломное событие. Это знакомство и непосредственно общение Сергея Анатольевича Сибирякова с Лебедем Александром Ивановичем. Это бывший губернатор Красноярского края. И, собственно, Сергей Анатольевич Лебедю Александру Ивановичу донес информацию, каким образом менее чем за 5 лет увеличить ВВП Российской Федерации в 3-4 раза. На основе всего 2-3 проектов. Естественно, это глобальные, инфраструктурные, масштабные проекты. То есть это, соответственно, очень серьезные проекты, которые действительно увеличат потенциал Российской Федерации на тот момент. Вот, пожалуйста, сбросил ссылку на ролик Spaceway. И, собственно, освоение ряда месторождений, все это дало бы действительно количественные, мощные эффекты и увеличение экономических показателей Российской Федерации. Это очень актуально, дорогие друзья, на сегодняшний день, момент, потому что кто следит за аналитикой, то я могу сказать, что несмотря на то, что сейчас рубль, казалось бы, является стабильным, посмотрите, проследите. Вся эта информация есть в открытом доступе. И, собственно, после выборов в Госдуме ожидается, по мнению ряда экспертов, падение рубля. То есть до какого предела будет падать рубль, неизвестно. Но дна, как говорится, на данный момент можно и не увидеть. Но на тот момент, еще в 2000-х годах, можно было предугадать, предвидеть и предотвратить подобные события. И с 2001 по 2009 год было осуществлено финансирование. То есть Лебедь Александр Иванович из личного своего губернаторского фонда представил капитал и инвестиции для создания полигона Московской области, города Озеры. Это была подвижная лаборатория. Мы называем такое рабочее название «Зил, уходящий в небо». И эта многотонная махина взобралась в удивление многим телерепортерам и журналистам, которые присутствовали в большом количестве. Можно найти все доказательства в YouTube, что это событие действительно имело место. И, соответственно, это было начало развития эпохи Транснет. В 2001 году был заложен нулевой километр. В полигоне, на территории полигона Московской области, города Озеры. И в 2009 году, несмотря на то, что незадолго до этого прошел Госсовет России по инновациям в транспорте, к сожалению, по неустановленным причинам, неустановленными лицами, и действительно мотивы абсолютно непонятны, данная серьезная испытательная площадка была разрушена. Все опоры были уничтожены, разрезаны. Спецтехника и увезены в неизвестном направлении. На самом деле, все, что не убивает, нас делает сильнее, дорогие друзья. И именно после этого события и также после общения с рядом мы на сегодняшний день называем крупнейшие инвесторы, крупные инвесторы. И знаете, есть такая поговорка, не то что поговорка, видео даже такое существует, что первые, кто бежит, они срывают самые вкусные, самые спелые плоды. Но есть вторые, кто ожидает, чтобы пробежали первые. Так вот, вот эти вот крупные, крупнейшие инвесторы, они не желают быть первыми, они желают приходить уже в те проекты, которые будут давать меньше намного доходность, но зато стабильные, без каких-либо рискованных действий. И, собственно, все заканчивалось одним и тем же переговоры, что давайте мы будем финансировать ваш проект, но наша доля будет максимальная, ваша доля будет минимальная, и вообще вы будете как бы на птичьих правах, и не особо ваше мнение будет котироваться. Естественно, Анатолий Эдуардович этого не мог допустить. И в 2013 году он пошел на рискованный шаг, но очень судьбоносный и очень правильный для нашего проекта – это начало краудинвестинга. В 2013 году началась эпоха развития краудинвестинга сети Transnet. И сейчас мы можем сказать, что именно этим способом, дорогие друзья, возможно было сдвинуть с очень такой тяжелой точки, неподвижной фактически, проект Skyway, и это было действительно правильным началом формирования новой системы финансирования проекта. На сегодняшний день более 80 тысяч людей по всему миру финансируют фактически каждый месяц проект Skyway, и более 500 тысяч людей просто наблюдают за проектом, чего-то ожидают, следят за новостями, но тем не менее, этим даже способом они поддерживают проект, потому что на самом деле, дорогие друзья, если бы не краудинвестинг, то не видать нам революции, и пятого революции в транспортной сфере, эволюции вообще на жизни планеты Земля, и, соответственно, пятого вида транспорта, транспорта второго уровня. И сегодня вот все эти люди, кто поддержали проект, многие присутствуют на вебинаре и часто ходят, и те люди, которые еще в 2014 году поддерживали, когда у нас были вебинары, насчитывающие чуть больше 20 человек, это были личные вебинары Анатолия Эдуардовича Юницкого, у меня есть, кстати, стенография, я думаю, что выложу, если там события и некоторые нюансы не устарели, обязательно выложу, потому что сегодня я рылся в документах, и мы стенографировали все вебинары Анатолия Эдуардовича, потому что никто никогда не сможет описать лучшую технологию SkyWay, чем сам ныне генеральный конструктор, генеральный директор ЗАО «Струнные технологии», и в первую очередь гениальный человек, изобретатель, инженер, академик, и, собственно, много очень призваний, и много очень регалий у Анатолия Эдуардовича, это, собственно, Леонардо да Винчи, на мой взгляд, нашего времени. И также чуть более 7 месяцев назад была выделена концепция легкого прогулочного транспорта, это будет, дорогие друзья, попомните мои слова, направление юнибайк, направление смарт-транспорта второго уровня, то есть умного транспорта и велосипеда 21 века, по капитализации, по потенциалу и по популярности пользования, так же, как сегодня я держу в руке свой замечательный любимый смартфон, без которого жизнь не могу представить. Так вот, я могу сказать, что я уже не представляю жизнь, потому что я знаю, какими функциями будет обладать юнибайк, и, собственно, как можно быстрее я хочу, чтобы этот подвижной состав от одного до трех людей он сможет принимать на свой борт и будет обладать не такой большой массой, и вы сможете покрудить педали, если вам так захочется, и запитать аккумулятор, сэкономить энергию, которая будет затрачена. Но, дорогие друзья, это желает, я думаю, абсолютно каждый и взрослый, и ребенок, и люди более преклонного возраста. Что я могу сказать точно, что Skyway при обосновании преимуществ нашего проекта пожелает абсолютно любой человек. То есть это дешевый, комфортный, быстрый, высокоскоростной, я бы сказал, безопасный транспорт. То есть стоимость перемещения будет примерно 1-2 доллара за 100 пассажиров километров, далее она будет оптимизироваться вообще, стремиться к нулю и окупаться за счет грузоперевозок, перевозок товаров и различных связанных, экологистических. И, естественно, это будет абсолютно комфортное перемещение по абсолютно ровной, гладкой путевой структуре. Чего не скажешь о современных железнодорожных наших рельсах, когда мы в России наблюдаем эффект рельсы шпалы и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что путевую структуру можно несколько сравнить с мостами, с вантовыми мостами, с висячими мостами и так далее, но я могу сказать, что прочность и продолжительность срока службы значительно превосходят традиционные мосты. Можно говорить очень много преимуществ, дорогие друзья. Это инновационность, это экологичность. И все мы помним, куда мы движемся. Вектор, то есть он понятен и виден. Тот ролик, который Spaceway был показан в начале вебинара, он неспроста показывается, потому что это то, что мы обязательно будем делать уже при формировании мощной достаточно капитализации. Анатолий Эдуардович уже задумывается над Spaceway. Но основу, естественно, дорогие друзья, составляют технические характеристики. И в первую очередь я могу сказать, что буквой А и первой буквой в нашей азбуке, азбуке Skyway, является аэродинамика. Аэродинамика транспорта второго уровня позволяет избежать экранного эффекта. То есть, что мы видим при перемещении традиционного автомобиля по традиционному асфальтовому покрытию. И, собственно, при больших скоростях нужно использовать специальные обвесы, антикрыло и так далее, чтобы уже приподнимаемый автомобиль за счет перемещения на высоких скоростях чуть-чуть прижимался. Ну и площадь соприкосновения с поверхностью огромная по сравнению с перемещением сталь по стали нашего рельсового автомобиля. Соответственно, подытоживая, говоря о аэродинамике, я могу сказать, дорогие друзья, что она еще более перспективная в сотни раз, чем замечательные автомобили, как Bugatti Veron, Lamborghini Diablo, Paston Martin и многие-многие другие. И, собственно, на Tesla мы обязательно также остановимся, потому что в недавнем времени произошли испытания, и за нашими собратьями, электрособратьями мы активно следим, дорогие друзья. То есть, несмотря на то, что это транспорт первого уровня, но все же мы относительно движемся в одинаковой логике, но решаем несколько другие задачи, потому что транспорт второго уровня – это совершенно иная инфраструктура, это совершенно иная стоимость строительства, и, соответственно, это совершенно иные капитальные эксплуатационные затраты. Соответственно, аэродинамика позволяет нам достигать значительных экономий топлива, энергии при движении, при эксплуатации, при строительстве. И если говорить про Unibus, я могу сказать, дорогие друзья, что Unibus 2-3, максимум 3,5 литра будет на 100 километров расходовать при перевозках 50 пассажиров. И вспомним наши маршрутки и каруса, сколько они расходуют, и вообще в каком режиме они перемещаются. И они перемещаются далеко не по трассе, то есть они все 10-12 литров расходуют. Я говорю про обычные маршрутки, я не говорю про икарусы уже, я не говорю про трамваи, даже переводить все это, если на электроэнергию, то наш Unibus будет расходовать 20 киловатт на 100 километров. Если говорить про Unibus, то это вообще будет 1,5 киловатта и 0,35 литров на 100 километров. Когда-нибудь вы слышали такие вообще показатели топливного расхода и расхода электроэнергии. Это мечта и рай, по-моему, современного строительства электромобилей. Но транспорт первого уровня не может себе этого позволить, и об этом мы обязательно расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Многие спорят, что транспорт второго уровня – это замечательно, но весь обзор же наш будет закрыт. И сегодня сравнивают с монорейсом, с транспортом, который был построен в Дубае. То есть в свое время, на Новый год, когда я присутствовал в Дубае, я столкнулся с пробкой и записал это тоже в виде отзыва в свое время. И, собственно, увидел вот это автоматизированное метро. Замечательно, интересно, конечно, перемещаться на месте водителя, когда водителя нет. Но когда я наблюдаю вот эти вот массивные опоры, я не видел, конечно, тайваньские, китайские высокоскоростные трассы. Но это значительно большее использование материала и значительно большее загораживание нашего обзора и отсутствие наслаждения реальной природой, реальным экофоном, который загораживает и погребает под собой и автомобильные дороги, и высокоскоростные дороги, и традиционные железные дороги. Наша же путевая структура будет абсолютно такой изящной и, я бы сказал, легкой ажурной, потому что фермы по сравнению с традиционной железной дорогой будут намного меньше использовать материала и, соответственно, будут более приятные взоры, не будут уродовать сегодняшний вид, когда строится очередная автомагистраль в Москве и часто сейчас доводится ездить в Москву и часто переезжая с одного аэропорта на другой, на такси, чтобы, опять же, преодолеть вот этот бред транспортного перемещения, когда, не говоря уж о том, что, несмотря куда вы бы не перемещались, будет остановка обязательно в Москве, и, собственно, не факт, что в удобное вам время вы сможете выбрать удобный вам аэропорт. Что касается станции Skyway, вы сможете выбрать удобный вам маршрут и, собственно, скорость достижения цели в условиях мегаполиса будет не более 5 минут. И, собственно, со скоростями 500-600 км в час по прямой, в буквальном смысле, вы сможете без каких-либо пересадок достичь своего пункта назначения. Ну вот, немножко я понегодовал по современному транспорту, а, собственно, многих интересует факт, почему называется струна, почему струнная путевая структура и что вообще общего со струной. Общее действительно есть, и если мы ослабим струну, то не сможем поиграть на балалайке, на гитаре. И когда-то в Министерстве транспорта сравнивали струну с балалайкой, и, собственно, время тогда еще не пришло осознавания именно перспективности применения струнного транспорта в глобальных масштабах на территории Российской Федерации. И, соответственно, внутри струнной путевой структуры находится пучок стальных проволок, которые преднапряжены, либо это стальные канаты, но сейчас стальные проволоки используются. То есть постоянно усовершенствуется технология путевой структуры. И сейчас обязательно, когда подойдет завершение вводной технико-экономический вебинар, я поставлю видео, которое меня действительно обрадовало. И это говорит о том, что мы движемся по планам абсолютно и продемонстрируем в указанные сроки в движении уже подвижной состав. А указанные сроки – это до конца осени 2016 года будет продемонстрирован уже подвижной состав в движении. И 20-23 сентября будет уже выставка «Инотранс», на которую мы всех вас очень сильно приглашаем. И многие уже приобрели билеты как на саму выставку, так и на мероприятие, непосредственно которое будет в центре экспозиции лондонском, берлинском выставляться. И, соответственно, я могу сказать, что там произойдет общение с многими министрами, с многими, не знаю насчет президентов, но многие представители администрации также там будут присутствовать. То есть у представителей головной команды, компании, главной команды нашей, будет действительно очень жесткий, плотный график. И Род Хук, Виктор Бабурин, обязательно блиц, такое подведение результатов нам покажут на конференции для уже непосредственно инвесторов, тех людей, кто познакомился с технологией Skyway, лишь на конференции. Но все, дорогие друзья, замечательно, хорошо. Но я могу говорить и сказать еще тысячу но, что все развивается, все цветет и пахнет, мы привлекаем инвестиции, мы инициируем адресные проекты. А где же стройка, спросите вы. И самый главный результат, я могу сказать, что это как раз таки строительство. Я веду хронологию строительства, обязательно вам сброшу ссылку, сейчас в скором времени. Но давайте пробежимся буквально быстрым темпом, голопом по Европам, как говорится. Что произошло, начиная с 29 июня, и что мы видим по сей день на территории Экотехнопарка. То есть, почему 29 июня? Потому что в этот день был заключен договор аренды земельного участка на Мариной Горке. И, соответственно, с этого момента можно считать отчет строительства Экотехнопарка в Минской области, город Марина Горка, на территории бывшего танкового полигона. Очень много, на самом деле, работы было проделано, даже чтобы начать строительство. И, собственно, вот буквально в таком виде все находилось. И чтобы представить, предвосхитить для тех людей, кто посещает в первый раз, сейчас, я думаю, введем такую регулярную практику. Видео, как Spaceway я показываю, так и будем показывать, каким же будет все-таки Экотехнопарк. Давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... 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 инженерным методом и стандартам и собственно мы не отстаем на сегодняшний день по срокам вот 15 июля уже возводится ввысь вторая анкерная пора очень примечательно для меня дорогие друзья что 18 июля стартовал уже процесс строительства участка грузовой трассы то есть это фактически запараллельно идут три участка строительства и это действительно немыслимо теми ресурсами которые располагает зао струнные технологии и какой титанический труд проделывает и лично анатолий эдуардович юницкий и все 15 кб научно-производственное конструкторское предприятие включает именно такое число и собственно это возможно текущими ресурсами текущими количествами специалистов и вы видите что 18 июля также продолжает строительство второй анкерной опоры если сентябре 2015 года был продемонстрирован подвижной состав модели 1 10 в масштабе 1 10 то 19 июля вы уже видите строительство в масштабе один к одному то есть эта подготовка уже непосредственно к берлину к выставке инотранс и 22 июля вы видите как развивается строительство второй анкерной опоры которая будет принимать соответственно высокоскоростной и городской пассажирские подвижные составы вы видите как выглядит и раньше это была закрытая информация но сейчас когда все что сейчас показано запатентованное и уже защищено можно это показывать таким образом будет выглядеть юнибайк то есть это трехместный юнибайк и посмотрите какой действительно имеет хвост как рыбий хвост и это опять же взято из природы анатолий эдуардов чем за счет увеличения аэродинамики тоже юнибайк и посередине справа вы видите уже городской пассажирский транспорт то есть этот вагончики трамвайчики которые будут перемещаться со скоростями до 150 километров в час также техническая составляющая не уходит из поля зрения и также 12 августа была продемонстрирована как пары мотор колесо так и собственно велопривод который позволит запитывать аккумулятор на наших юнибайках 17 августа вы видите насколько развивается строительство продолжается работа по среди 2 анкерные опоры и даже тех вот этот отверстие сделал не просто так она не подразумевалась но так как постоянно оптимизируется и анатолий эдуардович все старается сделать фактически идеально минимизируя вообще не то что риски какие-то шероховатость технических рисков здесь вообще нет шероховатости неровности и недочеты даже вот это вот технологическое отверстие было предусмотрено так как высокоскоростной подвижной состав будет разгоняться будет возникать усилия и собственно должна быть аэродинамическая подушка от удара который будет возникать на высоких скоростях и вот вы видите соответственно продолжается работа по монтажу путевой структуры это достаточно как бы действительно большая скорость дорогие друзья и если смотреть уже 18 августа то это уже измерение качество установки опор чтобы была одинаковая высота расположение опор и так далее и тому подобное потому что уже готовится и мы обязательно включим ролик на все к монтажу путевой структуры и уже в скором времени частями начнет монтироваться путевая структура и 19 августа то есть это вот-вот буквально недавно закончена установка опалубки и собственно залиты более 120 кубов бетона это абсолютно тоже понятная технология уже для анкерной опоры грузовой трассы и это действительно многих заставляет так вот немножко содрогнуться почему они в проекте а почему я за ним не слежу и на самом деле дорогие друзья если на на такой стадии я присоединялся я бы просто стремительно ворвался начал бы развиваться слава богу я присоединился еще в качестве первых пятидесяти инвесторов но суть и привлекательность нашего проекта что пока не закрыто финансирование корневой технологии каждый здесь является первым потому что каждый будет получать в будущем я не побоюсь этого слова сверхприбыли то есть если в адресных проектов будут показатели инвестиции 35 процентов годовых может быть максимум 10 20 30 процентов годовых то тот кто есть на сегодняшний день инвестирует соответственно в головную компанию в корневую компанию то есть это не то что мы пускаем корни куда-то там это мы инвестируем в ту компанию которая будет входить видеть доли во все проекты которые будут реализовываться с применением технологии skyway по всему миру и будет выстроена международная сеть транснет будет этому уже сомнений нет и в начале это будут тысячи километров дорог затем первое десять тысяч сотни тысяч миллион и десятки миллионов мы планируем что уже будет строиться через пять шесть лет об этом говорили многие деятели политические и экономические обозреватели и публицисты еще в самом начале развития проекта сейчас многие осознают что это действительно ценность участие в проекте и возможность которая бывает раз сто лет и соответственно обеспечение будущего не только своего настоящего и будущего но и для детей и даже внуков и сегодня дорогие друзья есть у каждого возможность конечно это покажется халявой там и так далее кому-то но это не так это специально выделенный опцион который антолий дардач выделил для тех людей которые будут интересоваться технологии но по каким-либо причинам не является пока что с подвижниками инвесторами и для их закрепление интереса минимальный пакет обязательств которые в будущем обязательно станет достаточно престижным пакетом акций то есть 100 единиц через 35 лет могут быть как тысячи долларов так и десятками тысяч долларов никто не знает то есть покажет только капитализация но о потенциальной капитализации и какие прибыли мы ожидаем я обязательно также буду рассказывать на расширенном технико-экономическом вебинаре так вот подытожу каждый просто за регистрацию в проекте skyway капитал либо rsv может получить минимальный пакет обязательств по этому опциону просто попробуйте выстроить и свою сеть и собственно новости события сделают все за вас потому что действительно многие не могут ровно сидеть на стуле вкушая тот обиль то обилие и поток новостей которые на нас привычном и приятном смысле этого слова льется фактически каждый день то есть за сегодня появилось где-то два видео с экотехнопарка с производственных площадок и дорогие друзья это трансляция это прямая трансляция я бы сказал сетевого построения корпорации это то чего никто никогда не делал но и собственно струнного транспорта ранее и не было вот такая вот вкратце информация для тех кому эта информация была интересной проект как минимум чуть чуть зацепил мы будем ждать на расширенном технико экономическом вебинаре в этой же комнате ну а собственно те с кем нам не по пути обязательно встретимся и обязательно вспомните когда будете перемещаться в транспорте второго уровня передавать за проезд ну естественно передавать за пресс никто не будет потому что будет система автоматизирована управления система автоматизированной оплаты, но я думаю, что те люди, которые не заинтересовались в свое время и хотя бы не зарегистрировались, не получили минимальный пакет обязательств, обязательно вспомнят слова спикеров, вебинаров и, собственно, всех лидеров, которые сегодня продвигает проект Skyway. Благодарю, друзья. До скорых встреч буквально через 10 минут. А теперь актуальные новости в видеорепортажей.